Друзья, всем доброе утро! У нас 10 градусов всего с утра и на капусте роса блестит, поблескивает. Я в огороде. А это листья кабачков. Еще не все убрала кабачки. Ботву кабачков в огороде. Не убрала еще. Еще немножко растут. А это другой сорт. Наш Сильвестра завтракает травкой, а у него изо рта даже пар идет. Видно вам или нет, не знаю, но пар прям идет изо рта. Прохладное утро. Сейчас салат из травки съест, потом пойдет завтракать домой в дом. Со мной ходил. Провожал меня. Ой, пар, пар прямо изо рта. А я раздетая вышла. От меня, наверное, тоже пар идет, как будто я из бани. А по новой грядке, где я пересаживала клубнику, подрос укроп. Смотрите, какой он хороший. Большой и тоже весь в воде в росе. Новый урожай поспел укропа. Горчицу на грядках я уже скосила всю. Пусть теперь так лежит. Здесь тоже скосила. А здесь у меня еще патиссончик растет. Оставила, не удалила кустики. Калина умылась росою. А листья уже жухнут все. Осень берет свое. Всем доброе утро и хорошего дня. Друзья, день сегодня солнечный, хороший, как я предполагала утром, когда была роса. Там он котик наш гуляет около компостной кучи. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас посередине экрана. Вот он. Сильвестр? Кс-кс-кс-кс. А, повернулся. Я работаю в огороде. Сорняков очень много. Работаю вот здесь вот. Убрала флоксы. Все, они уже отсвели. Здесь листья примол видны. Наша елочка за лето подросла. Красавица. Вот так она выглядит, полный рост. А за ней в синий, в синий, в синий, в синий фазон или синий, к синий кусок от бочки. Вот здесь у меня росли калы. Конечно, все уже прошло. Надо выкапывать и корни клубник класть на хранение. Бархатцы еще цветут. А здесь гвоздичка турецкая начинает цвести. Хотя она на второй год должна цвести. Я же сеяла семенами. Ну вот первая зацвела. Нет, вот еще одна. Вот. На следующий год, наверное, будут хорошо цвести. Красивая. Я даже такой не видела рябенькой. Очень красивая. Кот пришел. Помощник мой. Мышей все ловит. По своим тропам ходит, да? Ну здесь вот хосты обрезаю. Одну уже обрезала, вот вторая в ведро складываю. А вот так вот выглядит уже обрезанная. Ну что еще ждать? Уже в выходной будет и прохладней, и будет дождь. А это вот еще у нас красивые флоксы, которые были с меня ростом и выше. Еще до этой грядки не добралась. Надо тоже вырезать все. Наверное, это последняя розочка в нашем саду. На этой клумбе. На другой клумбе еще цветут. А это уже осыпается. Смотрите, какая была красивая. Сколько лепестков внизу. Все, уходит. Уходит время. А кот принес нам добычу. Кисуль, я же сказала, я это не ем. О, мышка. Мышка-нарушка. Понюхал и пошел. Слава убирает. Я ему тоже сказала, что я это не ем. Не на семье больше. Не будет он это есть. Добытчик. Носовочек. Цветы постепенно пропадают, угасают, отсветают. Что-то клубника такие листья большие разрастила. Разрослась. Не вовремя. Красота. Вот это красиво. Больше моей руки. Смотрите. Астра. Ветерок поднялся. Здесь вот у меня еще есть роза. Утренняя роса еще задержалась в середине цветка. О, блестит. Ой, какие они красивые. И еще одна. Здесь почти, почти белая, но с намеком на розовый цвет. Вот так она выглядит, когда полностью зацветает. А еще бутоны есть. Я вам еще не сказала. Наверное, сегодня 20 сентября. Еще перец у меня растет. Еще кое-где огурцы растут. Но уже шуршат, шуршат листья. Но на салат хватает. Не покупаем в магазине. А это тыква, которая залезла на крыжовник и не успела вырасти, как мячик. Это курочкам пойдет. Еще даже цветет. Шавель у меня растет. Уже какой раз срезала, и он все еще растет. В общем, все лето урожай дает нам шавель. В общем, я с вами прошлась по огороду. Немножко отдохнула. Буду дальше работать. Вот в этой грядке. А потом, чуть попозже, пойду делать вареники. С картошкой у меня сегодня вареники будут. Тесто я уже сделала, оно отдыхает. Я уже зашла в дом. Че-то у меня здесь уже мягенькое стало, хорошее. Я его обминаю, проверяю. И сейчас буду делить на кусочки. Из кусочков катать жгутики. Делить жгутик на маленькие кусочки. Вот так. На стол уже муки пока не присыпаю. Не надо, не потребуется пока. Так жгутик катаю. Два пальца так ставлю и по этому размеру делаю кусочки. Одну раскатала. Один кусочек чисто раскатала в такую лепешечку. Немножко взбодрила мою картошку. Потому что я ее варила раньше, она уже остыла. Вот так я ее перевернула, перемешала. И теперь укладываю на тесто. И буду закрывать вареник. Можно просто закрыть, как вы раньше делали пельмешки. Но ушки не сводить вместе. И вот так получится. Такой вареник. Если закройте, будет вареник. А если так, то... Ой, так закройте, будет пельмень. А вот так вот уже вареник. Можно косичкой здесь сделать. Но тогда здесь тесто будет толстовато. Но для того, чтобы красиво, можно, конечно, и косичку сделать. Беру кусочек следующий. Тесто мукой не пользуюсь. К столу не прилипает. К скалке тоже. И буду продолжать лепить свои вареники. Противоположные края соединяю. Вот так. Можно со складочками делать, как вы, наверное, видели. Многие делают складочки. Если, конечно, навык есть, такие складки делать, то их можно быстро налепить. Если нет, делаем простые вареники. Как удобно, так и лепим. Продолжаем работать. Закончилось нарезанное тесто. Беру снова тесто. Отрезаю от него кусочек. Катаю колбаску. И снова делю. И продолжаю вареники делать, пока не закончится тесто или картошка. Друзья, вот столько я сделала вареников. Тесто еще есть. Картошка еще есть. А эти вареники отправляю в морозильную камеру. Вот еще сколько у меня получилось. Смотрите на маленькой дощечке. Ну, здесь картошки осталось, наверное, на три штучки всего. Тесто осталось еще. Кстати, я вам не рассказала, с какого теста я делала. Сейчас расскажу подробно. Итак, тесто. Беру любой бокал, который у вас есть, у меня есть, который мне нравится. Вот у меня объемом 350 миллилитров. Сначала насыпаю три таких бокала муки под самое горлышко. И высыпаю в миску три бокала муки. Потом этот же самый бокал. Разбиваю одно яйцо сюда. Одну чайную ложку соли сюда. Пару столовых ложек растительного масла. Долить до верха воды. Все хорошо перемешиваю. И добавляю в ту муку в миске, которую уже отмерила. Все. Немножко собираем тесто, даем ему полежать. Но даже не выкатываем его. Оно может быть еще даже лохмотьями у вас не все соединилось. Кладем в миску, накрываем чем-нибудь, чтобы не заветривалось. И уходим минут на 30. Но я уходила больше, потому что я работала в огороде. Уходим, приходим, обминаем. А как обминать, я уже вам показывала в видео. Уже тесто становится эластичное. Очень послушное и очень приятное. Всем советую приготовить такое тесто. Эти вареники тоже пойдут в морозилку. Я же с вами попрощаюсь. До новых встреч. У меня отдых идет при смене одной работы на другую. Так что я немножко отдохнула с варениками. Пойду отдыхать теперь в огород. До новых встреч. Хорошего дня и отличного настроения. Всем-всем!